...изменений в регуляции сердечно-сосудистой системы влияниями в пренатальном онтогенезе. Это МГУ и Институт МБП РАН Москва России. Ольга Сергеевна, вижу вас. Здравствуйте, привет. Здравствуйте, да. Гружусь, да? Да, вас прекрасно слышно и видно, можете загружать. Ой, да. Так, сейчас презентация. Пожалуйста. Нет, сейчас. Она у меня просто на середине стоит, поэтому... Ну что, я могу начинать, да? Да, пожалуйста. Да, доброе утро, дорогие коллеги. Я хочу прежде всего сказать огромное спасибо организаторам за вот тот подарок, который они нам сделали в виде сначала совещания, а теперь школы. И, конечно же, еще раз спасибо за возможность выступить на школе с лекцией. Я хочу вас увести немножко, так сказать, от мозговых дел, от центральной мерной системы на периферию, в нашу висцеральную область, в область сердечно-сосудистой системы. Все равно, конечно, я буду, так сказать, заходить в головной мозг немножко по ходу лекции, но, так сказать, дальше выше гипоталамуса мне подняться не удастся. Значит, лекция сегодня, она посвящена внутриутробному программированию сердечно-сосудистых заболеваний. Я хочу сказать, что вот эта проблема внутриутробного программирования, она сейчас очень популярна, потому что, если вы введете в подмет, так сказать, это социал-сочетание, выскакивает огромное количество ссылок. И даже если вы введете, добавите туда кардиоваскулер, все равно выйдет достаточно большое количество работ, обзоров. Но я хочу сказать, что они в большинстве своем действительно посвящены проблемам метаболического синдрома. Я же сегодня хочу рассмотреть программирующее влияние двух состояний, которые не относятся непосредственно к изменению метаболизма. Более того, я буду говорить о нашей работе, мы хотели уйти от этой проблемы. Но давайте начнем от печки. Сначала я хочу просто определить, что такое внутриутробное программирование сердечно-сосудистых заболеваний, затем уже перейду к конкретике. Ну, никому для всех нас не секрет, что развивается плод в утробе в матери. И поэтому любые, вот действительно любые неблагоприятные воздействия на организм матери, если они могут сдвинуть, повлиять или напрячь хотя бы поддержание организма, а стаза в ее организме, неизбежно сказываются на развитии плода. И действительно получается, что они изменяют развитие. И по данным эпидемиологических исследований, такие изменения могут возникать в любом системе сердечно-сосудистой, и в том числе сердечно-сосудистой. Они проявляются как непосредственно во время вот этого испытания матери, так и, соответственно, естественно, они сохраняются. Почему говорят о программировании? Они сохраняются в течение последующей жизни. Надо сказать, что вот применительно к сердечно-сосудистой системе, хотя тоже это пришло со стороны регуляции метаболизма, со стороны метаболического синдрома, и, соответственно, основоположником проблемы был такой британский исследователь Дэвид Баркер. И вот в начале 1990-х годов он сформулировал свою, как сейчас в литературе это называется, Баркер-хеоподизис. Заключается в том, что, во-первых, они проводили обширные эпидемиологические исследования, и они обнаружили, что вот нарушение питания плода и уменьшение его массы тела при развитии сопряжено с повышенным риском развития метаболического синдрома, со всеми его, так сказать, прекрасными, в кавычках, характеристиками, такие как ожирение, диабет, инсулино-резистентность, гипертензия и ее, вот эти, так сказать, высоко часто встречающиеся последствия, как инфаркт миокарда и инсульт. И вот если даже привести такую цифру, что уменьшение массы тела всего, вот вы видите, в таких вот пределах, где-то примерно в полтора раза, повышает риск развития метаболического синдрома в 18 раз. То есть это конкретные данные эпид-исследований. Откуда же берутся такие вот, почему так резко повышается риск? Дело в том, что действительно, когда вот организм матери испытывает напряжение, то это неизбежно, как я говорила, испытывает плод, и это приводит к изменению работы и его регуляторных систем, как говорят, перепрограммирует ее работу так, чтобы он мог выжить даже вот при таких неблагоприятных условиях. Однако, если после рождения организма, как бывает, вот мама страдает каким-то заболеванием или у нее проблемы со здоровьем, потом ребенок рождается, попадает в нормальную среду. И если вот такой вот, как вы видите здесь, ребенок с маленькой массой тела попадает в условия избытки, избытка пищи, благоприятные условия, то вот это напряжение, которое выработалось у него в течение внутриутробного развития, оказывается ненужным, а получается как бы такая перерегуляция. И вот такие вот это и приводит действительно к повышению риска развития различных патологий. Вот такое вот никому не нужное напряжение, которое не с кем уже бороться, а все равно он, скажем так, напрягается. Если мы говорим о сердечно-сосудистых патологиях и вообще на самом деле о любых патологиях, то критическим, вот видите, вот тут неполный далеко список, но на самом деле можно привести любое вредное воздействие, и оно, так сказать, найдет свое место в этом списке. Это может быть недовидание, переедание. Это может быть, естественно, курение, алкоголь, это может быть лечение или потребление глюкокортикоидов, ну, как правило, в лечебных целях. Далее ключевой момент развития вот этого патологического состояния – это нарушение функционирования плаценты. Потому что, как мы увидим дальше, либо это просто недостаточное кровоснабжение плаценты, недостаточное снабжение ребенка питательными веществами, либо это действительно плацента, как вы знаете, является секреторным органом, она выделяет половые гормоны, гормоны, регулирующие развитие плода, и вместе с тем, это будет чуть позже, она выделяет многие регуляторы, которые могут влиять на сердечно-сосудистую систему и на другие системы организма. Итак, в результате вот этих неблагоприятного развития происходит уменьшение массы тела при рождении, и, как я уже сказала, это является фактором риска сердечно-сосудистых патологий, и тут могут быть две основные причины, как это позиционируется в литературе. Во-первых, действительно могут быть, вот в результате такого нарушенного развития, могут возникать необратимые изменения строения и функционирования органов. Ну, например, если мы говорим о почках, это может быть уменьшение количества нефронов, которое у человека закладывается в эндогенезе. А если мы говорим о сердце, это может быть гипертрофия или гипертрофия сердечной мышцы. Второй способ закрепления, сохранения этих изменений и даже передачи этих изменений по следующим поколениям заключается в эпигенетических изменениях. То есть так возникает так называемая фенотипическая пластичность, когда на основании одного генотипа могут формироваться множество фенотипов без изменения генетического кода. И опять же, вот эти эпигенетические изменения, я сегодня о них много не буду дальше говорить, я просто хочу их обозначить, они действительно заключаются, это либо воздействие изменения в самом хроматине, это изменение его укладки, структуры, или же доступности для посадки на промоторы, соответственно, регулирует транскрипционных факторов. И тут есть тоже два основных метода. Первый метод – доступность промотора для фактора может регулироваться путем метилирования, то есть если, например, промотор сильно заметилирован по цитозингуэнзиновым остаткам, то, соответственно, этот ген выключается. Ну вот я могу привести такой пример, может быть, забегая вперед, но я думаю, это всем известно, что в сосудах, скажем, есть эндотелий и гладкая мышца. Эндотелий продуцирует оксид азота, о котором мы сегодня будем много говорить. Это означает, что в эндотелии работает, экспрессируется и работает эндотелиальная носинтаза. В гладкой мышце она является акцептором оксида азота, который синтезирует эндотелий. Этот ген молчит, и вот выключается он действительно путем метилирования своей промоторной области. Ну и второй способ, тоже наверняка известный всем, это метилирование гистонов, из-за чего изменяется укладка хроматина, и, соответственно, также изменяется его транскрипционная активность. Ну и это то, что касается транскрипции. И второй способ вот этих изменений, регуляции уже не связанных с модификацией генетического кода, это регуляция с помощью микро-РНА, микро-РНК, которая очень популярная сейчас тема, и, соответственно, это уже регуляция на посттранскрипционном уровне, на уровне трансляции матричной РНК, и, соответственно, в данном случае просто вот эти микро-РНК могут выключать трансляцию с тех или иных информационных молекул, которые в данном случае уже не участвуют в трансляции. Таким образом, вот такие вот еще раз говорю эпигенетические изменения, они действительно являются закреплением в организме, соответственно, тех результатов тех воздействий, которые он испытал во время внутриутробного развития. И, в принципе, вот эти вот эпигенетические модификации, они могут передаваться следующим поколениям. Поэтому часто бывает, что, скажем, от неблагоприятного воздействия на бабушку страдает внучка, и так далее. Ну, если мы уже обратимся ближе, я сужу проблему. Я в начале лекции сказала, что действительно очень многое следует метаболический синдром, его происхождение внутриутробное. Очень много работ посвящено задержке внутриутробного развития. Я хочу поговорить о двух патологиях беременности, которые связаны с нарушением естественных регуляторных механизмов в организме, то есть со сбоем работы тех механизмов, которые регулируют нормальную беременность. Ну, мне кажется, что здесь можно более четко, возможно, проследить такую причину-следственную связь, хотя не все так просто, как мы увидим дальше. И, соответственно, в данном случае, ну, как физиологу, мне больше нравится такой физиологический подход. Эти две патологии беременности встречаются часто. Первое – это материнский гепатериоз. У нас был грант Российского научного фонда в течение 5 лет. Мы занимались как раз проблемой вот этого программирования по действиям териоидного дефицита, развития плода, и его потом прослеживали это в течение последующей жизни. И вот ситуация обстояла так, что, ну, естественно, когда мы писали заявку, мы смотрели, а что же, так сказать, пишут про актуальность, как часто встречается эта патология. Но сразу хочу сказать, что вот гепатериоз бывает явный, или вот клинический, да, и бывает вот такой вот скрытый, его называют субклинический. Когда приходит женщина беременная в больницу на обследование, у нее берут кровь на териоидные гормоны и ничего не находят. Териоидные гормоны в норме. Как бы вот гипотериоидное состояние. Но когда у нее меряют териотропный гормон, оказывается, что териотропный гормон повышен. Это что значит? Это значит, что вот эта вся система гипоталама, гипофизарно-тиреоидная, она работает на пределе, она находится в состоянии напряжения, и вот еще немножечко и она сорвется. И вот, в принципе, конечно же, вот эти цифры, которые здесь приведены, они зависят от как бы способа диагностики гипотериоза, потому что вот применительно к такому скрытому субклиническому гипотериозу, скажем, вот тут 2012 год, да, вот в 2014 году мы нашли цифру 3%, а когда мы писали уже заявку на продление, через 3 года, эти цифры, видите, выросли до 15-28. Я не сказала одной очень важной вещи, что такой вот скрытый гипотериоз по результатам исследований, он тоже, так сказать, неблагоприятно влияет на развитие потомства. И вторая вот патология, которую я здесь обозначаю и говорить, о ней буду я, естественно, после гипотериоза, это такая патология, как преэкломпсия, которая характеризуется, во-первых, вот такая патология второй половины беременности, хотя сейчас говорят и о ранней преэкломпсии, и ключевым ее патогенетическим моментом служит дефицит оксида азота в материнском организме, то есть недостаточная работа эндотелия, поскольку все-таки эндотелия является основным источником оксида азота в нашем организме. Выгод проявляется в таких признаках, как повышение артериального давления, потому что эндотелия не оказывает своего ослабляющего влияния на гладкую мышцу сосудов, и нарушение функции почек. И вот применительно к этому заболеванию, тут, конечно, не такие цифры, как для гипотериоза, но поверьте, что 3%, даже 3% – это уже много. И вот, собственно, о нарушениях, вот этих двух типах нарушений, неблагоприятных таких вот событий в организме беременной женщины, или мы будем рассказывать об исследованиях на животных, я сегодня и буду говорить. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что во время беременности вот эта вот гипоталама, гипофизарно-тиреоидная система работает на пределе своих возможностей. Это достаточно большая беременность, большой для нее испытания. Потому что вот мы видим, что, ну, вы знаете все, что это есть прямая связь, есть обратные связи, то есть вот есть компоненты, которые ответственны за транспорт гормонов в крови, есть компоненты, которые за их, так сказать, элиминацию из кровотока. Вот на ранних этапах обычно создается угроза, скорее, гипотериоза, потому что мы видим, что хорионический гамадоганадотропин, который, скажем, цветет в первом триместре беременности, его содержание увеличивается, а, соответственно, он является частичным агонистом рецептором тереотропного гормона, то есть он как бы стимулирует вот эту вот ось. На более поздних стадиях возникает другая ситуация, потому что обычно, наоборот, создается угроза гипотериоза, потому что организм может терять йод, наблюдается йодная, может наблюдаться йодная недостаточность. Почему? Либо происходит транспорт йода к плоду, потому что у человека уже начинает работать у плода своя щитовидная железа, либо действительно увеличивается почечный клиренс, то есть йод может выводиться из организма. То есть, видите, такая двустодейная, двустодейная, так сказать, система испытаний. Ну и кроме того, мы видим, что есть еще взаимодействие с другими гормонами, с гормональными системами, в частности, эстрогены, которые повышаются при беременности, они стимулируют продукцию тиреоидного, связывающего глобулина, который транспортирует тиреоидные гормоны в крови. И еще, значит, Т3, наоборот, так сказать, отдает свою дань, он, наоборот, стимулирует продукцию секстероид-связывающего глобулина, и тем самым вот это запуферивает, дольше сохраняется в кровотоке, как тиреоидные гормоны, так, соответственно, и половые гормоны. Совсем кратко, кратко, когда же начинает функционировать щитовидная железа в организме разбивающего плода, разбивающегося плода. Ну, тут приведены данные, как вы видите, для людей и для крыс, потому что люди – это мы с вами, крысы – это, соответственно, те животные, с которыми мы работаем. И вот если мы говорим о человеке, то мы видим, что вот эта ось гипоталамы, гипофизарно-стиреоидная, она начинает функционировать где-то в конце первого и начале третьего триместра. Рецепторы обнаруживаются чуть раньше, на десятой неделе, а вот, соответственно, значит, полное созревание этой системы у человека наблюдается, как вы видите, через четыре недели после рождения. А у крыс все по-другому. Вообще крысы развиваются по-другому, потому что это не 40 недель, а всего три недели. И поэтому у них как бы весь вот такие важные этапы бурного развития, они связаны с сдвинутой к концу беременности. Потому что, скажем, еще через 10 дней после зачатия очень трудно распознать по самке, она беременна или она не беременна, еще ничего не видно. И только вот начиная там с 13-14 дня уже мы можем сказать, что да, в эксперименте у нас есть беременная санка. И, соответственно, мы видим, что эта система, она действительно становится функциональной, только в полном состоянии беременности или постнатально. И интересно, кстати, совпадение, как у человека полное созревание наблюдается к концу четвертой недели. Поэтому, если мы для всех хорошо известно, что тиреоидные гормоны, они обладают, так сказать, программирующим влиянием. Почему мы занялись темой гипотиреоза? Потому что действительно это хорошо известно еще из школьного курса даже, что тиреоидные гормоны, они программируют, могут программировать различные системы. Наиболее известно их влияние, конечно же, на нервную систему. И, соответственно, вот если мы говорим о человеке крыс, то это влияние, такое программирующее, оно будет определяться на разных упременных шкалах. Потому что у крыс это все проявляется действительно либо в самом конце беременности, либо уже после беременности. То есть если мы хотим повлиять уже на вот такое программирующее действие, мы должны свое воздействие, извините за тавтологию, продлить и после рождения. Ну, каким образом оказывают тиреоидные гормоны свое влияние? Очень хорошо известно классическое геномное влияние, связанное с взаимодействием с ядерными рецепторами, альфа-бета, и которые являются транскрипционными факторами. Они образуют ансамбли с другими факторами, кофакторами, и, соответственно, ищут уже так называемый тиреоид-зависимые гены, которые имеют, как правило, в промоторе последовательности, куда садятся эти транскрипционные факторы, и таким образом регулируют синтез белка. А надо сказать, что в последние годы довольно сеизмезнилась эта точка зрения, потому что оказалось, что в разных процессах, в том числе и в развитии, организмы тиреоидные гормоны оказывают свое влияние также путем негеномного влияния, то есть вот не взаимодействия напрямую с такими вот транскрипционно-активными ядерными рецепторами. При этом они могут связываться с другими рецепторами. И что очень интересно, что в данном случае в роли гормона, активного, полноценного гормона, выступает уже не только триодтиранин, который имеет намного большее сродство к ядерным рецепторам, но и тероксин. То есть открытие вот этого способа действия гормонов, оно действительно влияло, изменило наше представление вот о активных участниках этой системы. Но надо сказать, что в сосудистой системе, тут вот изображен один из только из путей, это картинка из обзора. В данном случае, надо сказать, что в сердечно-сосудистой системе вот такое негеномное влияние, оно осуществляется на... Он регулирует две функции, это ангиогенез, и два типа процесса, ангиогенез и тонус сосудов. И опять же хочу сказать, что вот термин вот этот негеномное влияние, он как бы был введен исходно, чтобы описать действительно вот как бы независимый от транскрипции способ действия этих гормонов. На самом деле все оказалось сложнее, потому что мы видим, что вот в частности это вот интегрин альфа-3-бэта-5, который, соответственно, вот является одним из установленных рецепторов, а не мембранных рецепторов териоидных гормонов, он может запускать сигнальные пути, которые простираются в ядро. То есть, в принципе, также может в данном случае произменяться транскрипция генов. Ну и вот я не буду разбирать, но я хочу показать такой рисунок. Это наша аспирантка Катя Селиванова писала обзор по своей тематике в журнал «Вестник Московского университета». И вот на нем она общила почти все известные на наши моменты негеномные эффекты териоидных гормонов, включая, соответственно, ангиогенез. Ангиогенез будет вот по этому пути идти, да, и вот идет транскрипция генов, и вот поэтому транскрипция ангиогенных генов. Видите, что путем негеномного влияния териоидные гормоны могут влиять на ацетилирование гистонов, вот на тот путь, о котором я уже говорила. И опять же мы видим, что вот когда мы говорим о таком действии, что здесь очень много путей идет не только от, соответственно, Т3, но и от Т4. Давайте теперь уже обратимся ближе к теме. Я хочу рассказать немножко о наших исследованиях, потому что я считаю, что нам все-таки действительно удалось сделать как бы нечто в этой области. И мы действительно моделировали у беременных самок состояние гипотириоза, как и многие другие. Мы это делали с использованием А6-пропилтилурацила, такой териостатик, который используется в клинике для притушивания функции щитовидной железы. И вот я сразу могу сказать, что особенностью нашей работы было то, что мы использовали модель умеренного гипотириоза. Вот тут он напишен с ошибкой, но поверьте, что это написано слово умеренное. Почему умеренное? Потому что когда мы стали изучать литературу, оказалось, что все работы по моделированию гипотириоза у крыс делятся на два типа. Есть работы, где используют низкие дозы, есть где высокие. Вот когда исследуют программирующее влияние на нервную систему, используют действительно вот такие дозы, как правило его дают в питьевой воде, и видите, что используют очень низкие концентрации. Когда же исследуют его влияние на сердце, на метаболические процессы, на развитие потомства, обычно используют концентрации в воде и, соответственно, дозы, ну, я не знаю, как минимум на порядок выше. И поэтому нам, у нас на самом деле был такой интерес, а что же будет боль? Может ли сердечно-сосудистая система, так сказать, измениться как-то, если на нее действовать такими вот, ну, немножечко только притушивать у самки эту функцию, да, и использовать такие, ну, я бы сказала, в кавычках неврологические дозы пропилтиолоросила. А наши самки потребляли для того, чтобы моделировать гипотиреоз, мы не потеряли в течение беременности, видите, мы залезали на вот этот постнатальный период, когда завершается функционирование покрытие щитовидной железы. И, характеризуя состояние наших самок, я могу сказать, что, видите, масса тела не изменялась. Териодная функция, конечно же, изменялась, но тоже, в общем-то, не сильно. То есть, конечно, уменьшалось содержание общего Т4, но вот, как бы, концентрация свободного Т3, тот активный гормон, свободный гормон, да, он не изменялась у наших самок. Они, наверное, у них нормально протекала беременность, они рождают, да, чуть-чуть, было меньше массы тела крысят, не изменялось количество крысят в потомстве, то есть, ну, помьете, то есть, ну, как бы, такое полное спокойствие, да. И вот, действительно, в две недели и затем уже позже, там, 10-12 недель мы проводили эксперименты на таком потомстве, вот, и, конечно, мы сначала проследили их, как же меняется у них териодный статус. Конечно, в две недели, вот, сразу к концу потребления самками териостатика концентрация териодных гормонов была снижена, причем у детей был снижен не только Т4, но и Т3, как вы видите. Но уже через две недели концентрация гормона не отличалась от таковой у крыс контрольной группы. То есть, это было-то вот уже в четыре недели они, соответственно, были элтиреоидные, и, соответственно, мы мерили у них также териодропный гормон, там тоже не было изменений. И, соответственно, вот где-то уже здесь, вот через два месяца после окончания воздействия, мы смотрели у них физиологические функции. Ну, конечно же, нас в первую очередь интересовала регуляция тонуса сосудов, и тогда, соответственно, мы занимались этой проблемой, то первое, на что мы обратили внимание, это на оксид азота. Почему на оксид азота? Потому что очень известно, что есть вот такие, как бы, прямые связи между териодными гормонами и системой НО, потому что они могут как, соответственно, регулировать экспрессию эндотелиальной эндосинтазы, так и, соответственно, регулировать его активность, запуская вот этот PI3-АКТ-путь. АКТ уже и фосфорилирует ИНОС, увеличивая ее активность. Поэтому нам было интересно вообще, вот в результате такого териодного дефицита будут ли какие-то изменения. Опять же, почему нам стало это интересно? Потому что мы занимались проблемой как раз вот регуляцией функции эндотелия у крыс в раннем боснатальном антогенезе и обнаружили, что вот если взять как бы артерию двухнедельного крысенка, получить такую вот как бы зависимость, концентрация эффект для сегментик, вырезать из этой артерии, поместить его в зометрические условия и затем с помощью вот такого как бы альфа-1-адриноогониста получить концентрацию эффекта, а потом повторить тоже воздействие в присутствии ингибитора эндотелиальной иносинтазы. То есть, соответственно, мы берем ЛНН, инкубируем сосуд и опять потом капаем на него метоксамином. И вот смотрите, что получается, как сильно увеличиваются реакции сосуда на метоксамин. Как это можно трактовать? Это можно трактовать так, что эндотелий тонически выделяет оксид азота и, соответственно, когда мы... И этот оксид азота противодействует сокращению. Когда мы убираем как бы это противодействие, вазоконстрикторные реакции возрастают. Но надо сказать, что такая ситуация постоянно наблюдается в нашем организме, потому что те эндотелиальные клетки, которых в нашем организме до 2 кг, они синтезируют оксид азота, который, если вот они нормально синтезируют оксид азота, то артериальная гиперпиазия у человека не разовьется, если нормально функционирует эндотелия. И вот мы действительно к тому времени, Дина Гайнулина у нас обнаружила вот этот эффект, и мы стали смотреть, а что же будет в том случае, если... А какой будет вот этот влияние эндотелия у крысят, которые родились от самок с гипотириозом? И мы видим, соответственно, что этот как бы вот этот сдвиг кривой в случае гипотириоза меньше, потому что вот и стрелочка она стоит, должна стоять вот здесь, и она, как видите, короче, чем вот эта. То есть получается, что у крысят с гипотириозом, соответственно, приводит к менее выраженному. Но это, опять же, я говорю, что в возрасте две недели сразу после того, как самки вот их взяли от мамы, которая потребляет териостатик. Может быть, это и неудивительно. А вот второй как бы тип изменений, которые мы обнаружили, мы обнаружили, я сейчас скажу, потом поясню, мы обнаружили очень сильное увеличение активности сигнального пути рокиназы. Надо сказать, что поскольку мы занимаемся вот нашей лабораторией, нашей научной группе регуляцией тонуса сосудов, в норме, в патологии. Но как-то вот у нас мы постоянно сталкиваемся с этим сигнальным путем. Давайте сначала я констатирую, что он увеличен, потому что в данном случае этот путь, наоборот, является просократительным. Если у нас как бы оксидозо там уменьшает сокращение, то вот, соответственно, вот этот путь рокиназы, он, наоборот, увеличивает сокращение. И поэтому, если мы опять же вот сначала получим как бы контрольную зависимость, а потом повторим ее в присутствии ингибитора рокиназы, то будет уменьшение сокращения. И, как видите, здесь это уменьшение больше у крысят, чем у взрослых крыс. И также в артериях крысят была увеличена экспрессия рокиназы, экспрессия содержания белка рокиназы. Почему я люблю этот путь? Я люблю этот путь, действительно, еще с давних лет. Это вот работа, которая опубликована, ведь и была в 2014 году, а до этого она еще сколько-то времени мариновалась и ходила по рецензиям. А, соответственно, вот эта картина, на самом деле, меня очень сильно удивляет. Надеюсь, что вас она тоже несколько удивит. Виктория Куздрова, когда тогда была, на которой тогда была наша аспирантка, проводила такие эксперименты, когда она одновременно, опять же, от сегментика сосуда измерялась параллельно силу сокращения и с помощью вот этого фурисентного индикатора Фура-2 измеряла концентрацию, оценивала концентрацию кальция в цитоплазме гладкомышечных клеток. Смотрите, что получается. Когда она работала на взрослых животных, сосудах взрослых животных, все получалось по классике. Увеличивается сила при действии того же метоксамина, агониста альфа-1атринорецепторов. И, конечно же, это связано с повышением концентрации кальция. Все очень здорово. Но когда, соответственно, она стала работать с крысятами в возрасте 7 дней, то первая ее фраза была «Ничего не работает». Ну почему? Потому что вроде бы все-таки развивалось сокращение, но кальций не менялся. Оказалось, что работает. Но работает, соответственно, совершенно по-другому. И вот это действительно было связано с влиянием рокиназы. Опять же, содержание рокиназы, видите, у новорожденных крысят значительно выше, чем у взрослых. И каким же образом вот эта наша любимая рокиназа может способствовать сокращению в отсутствии повышения кальция? Опять же, еще раз скажу, в отсутствии не совсем без кальция. Если кальция совсем убрать, ничего не будет. А вот если есть какой-то небольшой кальций, то рокиназа может делать влияние этого кальция на сократительный аппарат более эффективным. Ну, гладкая мышца, как вы знаете, для того, чтобы миозин начал работать и совершать вот эти свои красивые грибковые движения, он должен быть фосфорилирован. На его легкой цепи должен сидеть фосфатный остаток. Это делает вот эта кальций-зависимая кеназа легких цепей миозина. На самом деле, она кальций-кальмодулин-зависимая, но неважно. Важно, что ее активность коренным образом зависит от концентрации кальция. Есть второй фермент, который, наоборот, дефосфорилирует миозин. Это фосфатаза легких цепей миозина. И вот рокиназа, смотрите, что делает. Она ингибирует, фосфорилирует и ингибирует фосфатазу легких цепей миозина. Таким образом, если у нас даже немножко кальция, то будет нарабатываться фосфорилированный миозин, а как бы уходить, где фосфорилироваться, он не будет. И поэтому вот сейчас известно, что рокиназа, с одной стороны, действительно, она нужна гладкой мышце, потому что большинство гладких мышц должно длительное время поддерживать тонус. Тонус сосудов, тонус желудка, тонус каких-то других мочевого пузыря, других висцеральных органов. Вот. И, ну вот, с одной стороны, это как бы поэтому она интенсивно исследуется. И вторая причина, уже печальная, по которой она исследуется, то, что вот эта гиперактивность рокиназа, она становится гиперактивной, выходит из панкоконтроля при самых разнообразных сердечно-сосудистых патологиях. С ее влиянием может быть связано увеличение сократимости гладкой мышцы при артериальной гипертензии, при сахарном диабете, при самых различных патологиях. И вот какой еще интерес есть у нас к рокиназе применительно к развитию? К развитию именно тот, что рокиназа также вовлечена в процессы дифференцировки гладкой мышцы. Я не буду об этом подробно говорить. Поверьте мне, пожалуйста, на слово. Ну и тут нам тоже было очень интересно. Вот такая связь между гипотериозом, рокиназой. И получалось так, что если уходит стереоидный гормон какой-то, то увеличивается содержание рокиназы. И тут, значит, у нас стал вопрос. Ну, то есть это можно было трактовать так, что один из стереоидных гормонов Т3 или Т4, мы теперь знаем, что Т4 тоже у него есть собственные эффекты, а, соответственно, сдерживает экспрессию активность рокиназа. Если мы их делаем, как создаем условия гипотериоза, то рокиназа растет. И у нас действительно стал вопрос, а кто из них, Т3 или Т4? Мы постарались ответить на этот вопрос двумя способами. Сразу могу сказать, что это оказалось связано с дефицитом Т4. Мы пока не знаем, через какие рецепторы идет это влияние, но как бы есть два пола доказательств. Первый пол связан с тем, что мы моделировали гипотериоза у крыс, но введением Т3. Я показывала вам эту териоидную всю ось, видели, что там есть многочисленные обратные связи. И действительно, когда мы крысами, уже в данном случае мы работали со взрослыми крысами, мы им вводили, делали инъекции Т3. У них, конечно же, росло содержание Т3 в организме, но при этом, смотрите, как сильно падало Т4. И вот играя на этом балансе, что один гормон растет, другой падает, а мы знаем, что кто-то из них должен сдерживать рокиназу, мы, соответственно, дальше уже смотрели, что же будет. Ну и оказалось, что именно снижение Т4 способствует увеличению вклада рокиназа в сокращение. Видите, тут вот опять же кривые получены в контроле, и после блокады рокиназа, тут сдвиг сравнительно небольшой, тут сдвиг большой. Было повышение содержания экспрессии рокиназа в артериях. И второй способ доказательств был тот, что мы выделяли уже артерии и в течение четырех суток делали такой орган калча. То есть их культивировали в СО2-инкубаторе в присутствии либо Т3, либо Т4. И смотрели, а какой же из гормонов, соответственно, вызовет снижение, потому что мы добавляем, наоборот, гормон, вызовет снижение уже содержания рокиназа в сосудах. И оказалось, таким гормоном оказался Т4, потому что для Т3 были как бы точно такой же сдвиг под действием ингибитора, как в контроле. Т2-Т4 сдвиг был меньше. В данном случае нам не удалось обнаружить, так сказать, снижение активности, извините, экспрессии рокиназы. Но было уменьшение экспрессии ее активатора Белкаруа. И, что очень важно, было, соответственно, уменьшение активности рокиназы, которую мы оценивали вот по, сейчас извините, вот по этому вот фосфорилированию. То есть вот рокиназа фосфорилирует фосфатазу, и мы действительно с помощью фосфоспецифических антител оценивали вот содержание вот этой фосфорилированной фосфатазы легких цепей миозина. Вот оказалось, что она ее содержание меньше, значит, меньше рокиназа. Соответственно, как видите, что действительно есть вот такая связь между тиреоидными гормонами и рокиназой, и она, по всей видимости, действительно происходит от влияния Т4, но вот механизм пока остается неясным. Хорошо, самое интересное. Самое интересное все-таки это не вот эти острые эффекты двухнедельного потомства, а те эффекты, которые можно обнаружить в сосудах уже крыс, когда они выросли. Вот это потомство самок с гипотириозом. И вопрос, сохранятся ли у них такие изменения. Ну, сразу хочу сказать, что они сохранились. Во-первых, сохранилось влияние, соответственно, уменьшение вот этого релаксирующего действия оксида азота. Только в данном случае мы его наблюдали уже не в артериях брыжейки, на которых мы работали на двухнедельном потомстве, а в коронарных сосудах. Почему? Потому что в коронарных сосудах у взрослых животных вот этот НО-компонент, влияние оксида азота, вот такое релаксирующее, оно намного больше, чем в сосудах всех органов. Наверное, было бы очень интересно поработать на коронарных артериях двухнедельных крысят, но, к сожалению, это по техническим соображениям невозможно. Итак, значит, мы обнаружили, что вот это влияние гипотириоза на НО-путь сохраняется, и также сохранялось влияние на путь руки НАЗА. Тут немножко по-другому графики построены. Тут показано, что в данном случае это артерия скелетных мышц. Мы видим, что есть различия, они более, так сказать, сильнее отвечают на тот же самый метоксамин, чем в артерии контрольных животных, а вот после, соответственно, того, как к ним добавили ингибитор руки НАЗА, эти кривые сходятся. То есть вот это увеличение гиперактивности, гиперсократимости, оно было связано с влиянием руки НАЗА, и опять же, вот как здесь вы видите, оно было связано с повышением активности руки НАЗА, которое вот уже, так сказать, способом, который я объяснила, по фосфорелированию фосфатаза легких цепей миозина мы оценивали. Таким образом, получается, что те изменения, которые были обнаружены в артериях двухнедельных крысят, сохранились, мы их также выявили через два месяца уже после вот этого как бы прекращения гипотириодного состояния. И, конечно же, нам было интересно взглянуть, а что же будет ин вива, потому что, как есть такое криватое выражение, ин вива веритес, да, и, соответственно, нам хотелось посмотреть, а как же это скажется на регуляции сосудов ин вива, на регуляции, соответственно, на регуляции сердца. И поэтому мы вот провели такие довольно сложные эксперименты. Они на первый взгляд вроде тоже, знаете, все просто на первый взгляд. Ну что, уже вилкросикатетер, и потом, соответственно, померяю у него давление, частоту сердечных сокращений, и вот вам, пожалуйста, результаты. Ну вот эта картиночка, на которой ничего не видно, но если вы приглядитесь, вы увидите тут крыску. Крыска с катетером сидит в камере. На самом деле это очень как бы длительный такой кропотливый эксперимент, потому что это должно быть темно, тихо, видите, красный свет, ну и так далее. И тогда действительно мы видим у крыс сравнительно невысокие значения ЧСС. Конечно, это не те значения, которые регистрируются путем километрии, когда ЧСС падает до 300, иногда даже ниже, но все-таки 340 – это очень прилично. Ну, оказалось, что все-таки мы не обнаружили никакого влияния, вот оставленного влияния гипотириоза на регуляцию сосудов инвива, но надо сказать, что даже не на регуляцию сосудов, а на уровень давления. Я хочу сказать, что вообще на самом деле давление, уровень давления сдвинуть достаточно сложно. Есть куча компенсаторных механизмов, которые вот почему-то, поскольку, как говорят, уровень артериального давления регулируется, не знаю, порядка 300 или 400 механизмом, то утеряя одного из двух может компенсироваться повышением или снижением активности остальных. Ну вот, когда мы стали смотреть сердцем, оказалось, что частота сердечных сокращений у крыс с гипотириозом выше, соответственно, чем у нормальных крыс, и это было связано с ослаблением паратонических, парасимпатических влияний, которые мы оценивали по изменению ЧСС при введении такого вот периферического эмхолина, блокадера, метилотропина. Для отношения симпатической системы, тонуса симпатической системы, нам не удовольствует видеть никаких различий, но я хочу сказать, что вот такое вот ослабление парасимпатического тонуса – это плохо. Это плохо, почему? Потому что мы знаем, что парасимпатическая система, она не только там тормозит работу сердца во время сна, да, но она также, соответственно, является протекторной системой, она защищает наше сердце от аритмии, от других патологий, и вот такое ослабление – это на самом деле не очень хорошо. И, в принципе, в случае тиреоидных гормонов даже понятен механизм, посредством которого может гипотиреоз влиять на вот это развитие, формирование парасимпатической регуляции сердца. Потому что вот вы видите, что группа шведских коллег, они обнаружили в гипоталамусе крысы такие вот мыши, извините, здесь мыши, конечно, были, потому что были нокаутные мыши, ну, в смысле трансгенные мыши, они обнаружили клетки, которые, развитие которых было необходимо для формирования нервной регуляции сердечно-сосудистой системы, в том числе за счет парасимпатических влияний. И вот они сделали мышей, которые были мутантным рецептором ТР-альфа, это рецептор, как вы помните, один из основных ядерных рецепторов артериоидных гормонов, и оказалось, что у таких мышей, соответственно, как бы вот эти нейроны, ответственные за нервную регуляцию, не развиваются. Видите, количество черных точек здесь намного меньше, чем здесь. И когда они исследовали физиологию своих мышей, то они действительно обнаружили вот такую вот вещь, что как бы вот величина парасимпатического тонуса у таких мышей действительно намного меньше. Заканчивая говорить про гипотиреоз, про рекламптии мне будет говорить проще, потому что буду опираться на гипотиреоз, да. И, соответственно, я хочу сказать, видите, мы обнаружили как бы три вида изменений, которые сохраняются у взрослого потомства через длительное время после того, как вот, собственно, прекратилось вот это вот воздействие. Это уменьшение вагусного тонуса, дисфункция эндотелия и повышение констрикторного влияния роги нас. Ну, теперь, соответственно, давайте мы все-таки поговорим о преэквампсии. Я уже сказала, что это такая циркуляторное почечное расстройство, да. И надо сказать, опять же, что во время вот не только периодной ось, но все системы, в том числе сердечно-сосудистая система при беременности подвергается большим испытаниям, потому что мы видим, что в полтора раза увеличен объем крови, увеличен минутный объем сердца, естественно, увеличен маточный кровоток. И вы понимаете, что давление вообще в норме у женщины, у беременной не должно повышаться. И это означает то, что вот такое вот увеличение минутного объема сердца должно компенсироваться снижением сопротивления периферических сосудов. И вот это действительно достигается, в частности, за счет секреторной активности плаценты, потому что она действительно секретирует большое количество веществ, в частности, она секретирует проангиогенные факторы, такие как фактор роста сосудистого эндотелия, плацентарный фактор роста, который, в общем, похож на фактор роста сосудистого эндотелия, который, соответственно, значит, с одной стороны действительно стимулирует ангиогенез в развивающемся организме, с другой стороны, они могут напрямую влиять на эндотелий и стимулировать его активность, соответственно, в том числе стимулировать продукцию им оксида азота. Опять же, ключевым событием при эклампсии является нарушение развития плаценты. Мы видим, что вот эта плацента шемизированная или, соответственно, гипоксическая, она начинает, изменяется, как говорят, это ее секреторный фенотип. Уменьшается количество секреции проангиогенных факторов, увеличивается секреция антиагиогенных факторов, возникает воспалительный ответ, есть влияние на иммунную систему и так далее. И вот эти вот как бы измененные коктейли, которые секретируются из как бы плаценты, из видоизмененной патологической плаценты, он уже по-другому влияет на все системы, в том числе на эндотелий. Эндотелий также изменяет свой секреторный фенотип, он вместо, соответственно, вместо полезного оксида азота начинает продуцировать активные формы кислорода, другие соответственные вещества. И вот это тоже приводит к нарушению расслабления сосудов, к повышению давления, еще большему эшемизированию плаценты. И вот этот круг, порочный круг повторяется раз за разом, поэтому нужно его прерывать, да, что и делают врачи, которые ведут наблюдение за пациентками с паеклопсией. Надо сказать, что система оксида азота – это очень сложная система, я вот не буду ее на ней сильно рассказывать, потому что у меня осталось 10 минут, я хочу рассказать более важные вещи, но я хочу сказать, что действительно вот мы видим, что эндотелий под действием механических стимулов или под действием различных веществ, которые могут активировать рецепторы на его поверхности, а в ответ на это увеличивается концентрация кальция, стимулируется эносинтаза, она в первую очередь, ей нужен тоже кальций и кальмодолин для того, чтобы она начала работать. И она начинает синтезировать оксид азота, который стимулирует растворимую ганила циквазу, и затем уже через ЦГМФ идет активация вот этой вот зелененькой протонкиназа Ж, и мы видим, что действительно ее действие направлено на самые разнообразные процессы, которые в конечном итоге приводят к расслаблению, на активацию калиевых каналов, активацию фосфатазы, на закачку калия из, вернее, наоборот, в ДПО и так далее. А что происходит с этой системой? Как она портится при эквамсии? Ну, во-первых, тут вообще возможны при любой вот такой дисфункции, при любой, но патологии, где мы вот, например, если есть такая тема рептильной дисфункции, там все те же причины, поскольку там тоже очень важен оксид азота, там будут все те же самые причины. Во-первых, это изменение гормонального фона, это снижение биодоступности субстрата аргинина, потому что он начинает конкурировать иносинтаза с другим ферментом аргеназы, и, соответственно, аргеназа, она потребляет аргинина, аргенина оказывается в дефиците для иносинтаза, и вот опять же экспрессия аргеназа повышается при разных патологиях. Затем это может быть уменьшение активности иносинтаза за счет действия вот такого вот асимметричного деметиваргинина, который образуется при деградации белков и является эндогенным ингибитором иносинтаза. Может быть недостаток различных факторов, в частности, вот видите, тетрагидробиоптерин, который необходим для демеризации молековой иносинтаза, потому что они всегда работают в паре. Если иносинтаза не демеризуется, она вместо оксида азота будет продуцировать супероксид радикал, и вот она как раз будет тогда, наоборот, портить эндотелий, а не способствовать нормальной регуляции тонуса. Это может быть инактивация ЭНО при взаимодействии с активными формами кислорода, это может быть снижение кровотока, и я увидела, помните, я говорила, что эндотелий важным стимулом для активации эндотелия является механическое воздействие потока крови. И это может портиться, либо, соответственно, в результате, что кровоток снижается, либо эндотелий начинает хуже реагировать на вот эту скорость кровотока, потому что для того, чтобы он нормально реагировал и активировался, вызывал расслабление гладкой мышцы, нужно, соответственно, чтобы он был нормально, на нем был нормальный слог гликокаликса. Вот эти кустики гликопротеинов, они должны быть, и они участвуют в механорецепции эндотелия. Показано, что при разных сердечно-сосудистых заболеваниях эндотелий становится высым, потому что активируются ферменты, которые откусывают вот этот гликокаликс, и, соответственно, эндотелий плохо чувствует воздействие потока крови и ведет это к увеличению сисьно-тонуса сосудов. Ну, кроме того, может быть нарушена регуляция активности эндотелиальной эносинтазы путем фосфорилирования, ну, конечно же, могут быть просто повышенной констриктенной реакции на сосуды. Давайте мы обратимся теперь к, соответственно, к нашей проблеме, да, а, собственно, вот, опять же, к моделированию при эклампсии в эксперименте на животных. Ну, и здесь мы пошли уже известным путем, мы просто, опять же, животным в питьевой воде давали ингибитор эносинтазы L-нитрометилоргинин. Ну, и мы видим, что это, конечно же, приводило к уменьшению содержания оксида азота. Видите, как растет содержание метаболитов оксида азота в крови при беременности, ну, потому что важный регулятор, да, он продуцируется в больших количествах, и оно падало при нашем воздействии. И, опять же, смотрите, в данном случае у нас происходили, как бы воспроизводились те признаки, по которым диагностируется при эклампсии у человека. Мы наблюдали увеличение давления систолического в наших животных и нарушение функции почек, что проявлялось в снижении клиренса креатинина и клиренса мочевины. То есть почки хуже начинали, так сказать, фильтровать и выводить продукты азотистого обмена. Ну, и вот этот, на самом деле, этот доклад делала Настя Швецова два дня назад. Я только хочу сказать, что это были эксперименты на вот двух недель, на новорожденном потомстве, и здесь нам удалось показать, что оксид азота является фактором, который регулирует дифференцировку гладкомышечных клеток. Такие, в принципе, как бы вот данные были и раньше, да, но мы первые, как бы, адресовали эту, поставили целью посмотреть на эту, взглянуть на эту проблему изнутри организма, то есть ин вива. И мы увидели, что действительно вот такой дефицит оксида азота приводил к уменьшению содержания в клетках специфических таких гладкимышечных белков, как альфа-актин, гладкомышечный миозин, белок СМ-22. И вот смотрите, видите, еще потенциал зависимый кальциевый канал Л-типа. А, ну, на самом деле, как бы все-таки интереснее всего было, а что же будет потом, да? А вот позже, ну, во-первых, когда мы смотрели на двухнедельном потомстве, мы обнаружили, что у них происходит задержка развития симпатической системы. Мы красили этот симпатический волокон таким простым способом глиоксиловой кислотой, обнаружили уменьшение плотности симпатической иннервации. Это вот оригинальные фотографии, это, соответственно, уже обработка как в сосудах, так и в правом предсердии. И, кроме того, у них был снижен уровень артериального давления. Здесь, конечно, были небодрствующие крысят и крысят под наркозом, но, видите, у них было примерно низкое давление, а у группы из Эльнеем, детенышей самок, которые пили Эльнеем, было давление еще ниже. И вот это устранялось путем блокатора хворизондамина. То есть, действительно, получалось, что это уменьшение нейрогенного тонуса. И вот, то есть, пожалуйста, здесь у нас как структурные, так и функциональные свидетельства о том, что происходит более медленное развитие симпатической иннервации сосудов. Ну и, конечно же, мы не могли удержаться, чтобы не провести эксперименты на бодрствующих крысах. И очень интересно, что здесь у нас также мы не наблюдали, это уже были крысы в возрасте 12-14 недель. В связи с пандемией коронавируса нам пришлось немножко изменить гранды, график наших экспериментов. Они, как раз, чуть-чуть взрослее были. Ну, неважно. Все равно это было возрелое животное. И, соответственно, мы как бы видим, что также нет изменений, разные различия в давлении и нет различий в ЧСС. Ой, как это решили мы. Как же так? Вроде сердце важное, ничего не меняется. Но когда мы провели фармакологический анализ, оказалось, что вот такое как бы стабильность ЧСС, неизмененность ЧСС связана с тем, что у этих вот животных, потомства самок, которые потребляли Эльнейм, а, соответственно, происходит одновременное уменьшение и парасимпатического тонуса, как при гипертиреозе, так и симпатического тонуса. То есть сердце как бы оказывается таким вот, ну, неденервированным, но ослаблена нервная регуляция сердца. Опять же, понимаете, что это не есть хорошо для сердечной деятельности. Ну и самая последняя картинка, которую я хочу показать, она заключается в том, что, конечно же, мы адресовали также вот эти два основные пути, которых мы смотрели при гипертиреозе. Это был путь оксида азота, это был путь рокеназы. Но в данном случае мы уже работали не на артериях брыжейки, не на артериях, так сказать, там, скелетных мышц, а мы работали на артериях почки. Мы выделяли маленькие артерии из почки, поскольку мы уже, я говорила, что почка является одним из таких вот смешенью, пагубное влияние при экламсии на вазорегуляцию. И также мы обнаружили, что вот это у нас контроль, это Ильны. Видите, уменьшено влияние ингибитора иносинтазы, то есть вообще оно отсутствует здесь, да? То есть тоже идет ослабление этого пути. И идет увеличение активности рокеназы. Видите, что здесь как бы маленький сдвиг, здесь большой. К сожалению, пока биохимических свидетельств у нас нет, они вот будут, надеюсь, через две недели, но пока я вам их показать не могу. Таким образом, подытоживая все, что я говорила, это действительно, так сказать, уже итог. А соответственно, я хочу сказать, что дефицит влияния вот этих вот двух регуляторных систем, как териоидных гормонов, так и оксида азота во время внутриутробного или для териоидного дефицита в раннем постнатальном периоде, сопровождается вот самое интересное то, что происходят вот такие отставленные изменения. То есть происходит долговременное изменение работы сердечно-сосудистой системы. И второе, как бы, что было нам интересно, что эти изменения, они были сходными при двух типах воздействий. Они проявлялись немножко по-разному в разных органах или так далее, но вот как бы вот этот паттерн, да, он был похож. Во-первых, в обоих случаях шло нарушение вагусных регуляций сердца, нарушалась способность эндотелия продуцировать оксида азота и шло увеличение вот этого активности пути рокеназа, который, я уже говорила, задействован в патогенезе очень многих сосудистых нарушений. И это позволяет нам говорить о том, что действительно вот как материнский гипотириоз, так и при эквамсе, они программируют изменения в сердечно-сосудистой системе плода, которые, к сожалению, в основном неблагоприятны для работы сердечно-сосудистой системы и могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний во время последующей жизни. И самый последний слайд, конечно, я же должна показать, что исследования финансировались за счет Российского фонда, я обязана это сделать. и второе, что я обязана сделать, я хочу показать наш дружный коллектив, потому что исследования, действительно, о которых я говорила, они продолжаются уже, ну сколько, шесть лет, да, и вот у нас и довольно много участников, трудящихся, я бы сказала, даже трудоголиков. И я, конечно же, благодарна им за их самоотверженную работу. Вам большое спасибо за то, что выслушали. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Ольга Сергеевна. Давайте поблагодарим за прекрасную лекцию. Думаю, что на пару вопросов у нас есть время, есть ли вопросы. Вот я вижу, да, Борис Стивович хочет задать вопрос, вопрос из зала. Прежде всего, здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, Борис Стивович. Ольга Сергеевна, у меня вопрос, касающийся, ну, конечно же, оксида азота. Ну да. Вот, взаимный интерес, конечно. Так вот, вопрос у меня такой. Ну, то, что касается сосудистых эффектов, это более или менее понятная ситуация. А вот то, что касается влияния на симпатические активности и влияния на дифференцировку гладкомышечных клеток, есть ли какие-то соображения о механизме работы, то есть какими, через какие сигнальные пути оксид азота осуществляет свою, в данном случае, благотворную роль? Ну, значит, если там задействованы ли там, во-первых, циклический гуаназин монофосфат, мне кажется, что он везде там. Нет, он там как бы не совсем задействован, потому что, нет, он, конечно же, задействован, но только на первичном этапе, потому что потом все перехватывают другие протеинки, и в конечном итоге все к повышению продукции такого важного белка, который регулирует дифференцировку гладких мышц, как миокардин. То есть там вот идет более такой... А через миокардин, понятно. Да, ну, соответственно, вот, конечно же, в общем, на самом деле, по большому счету других таких установленных акцепторов оксида азота в организме нет, кроме гуанила циклаза, потому что, ну, конечно, сообщение о том, что он может напрямую влиять на активность, скажем, калиевых... Там еще есть прямое нетразилирование. Такое тоже возможно? Нет, ну, это как раз есть влияние на калиевые каналы, но вот у меня есть, так сказать, коллаборатор, профессор Шуберт в Германии, который говорит, что это говорят те, кто сам с этим не работал. Ну, не знаю. Ну, соответственно, все-таки, наверное, нетразилирование есть, да, есть, но это не специфический способ, а специфическим акцептором, конечно же, является гуниваться к глазу. Спасибо. Еще один вопрос от Маслюкова Петра Михайловича. Пожалуйста, из дома у нас. Вы нас слышите, Петр Михайлович? Я не слышу, Петра Михайлович. Я тоже не слышу. Ну, руку... Прошу прощения. Ага, все, отлично. Говорите. Петр Михайлович, не слышно. Нажмитесь... А, вот, все, теперь можно... Вот теперь... Да, извиняюсь. Даже видно. ...проблемы со связью. Замечательный доклад, можно только вас поздравить. Ольга Сергеевна, философский вопрос, буквально такое, скрыть. А вот эти изменения, они в последующем передаются? То есть, у вас в последующем поколении вы смотрели? Сохраняете? Нет, не смотрели. Мы не смотрели. В принципе, это было бы действительно интересно. Но единственное, что мы сейчас, в ближайшее время, хотим все-таки смотреть метилирование ДНК. Вот это мы хотим. Потому что, если они передаются, должны быть какие-то вот эти эпигенетические модификации. И мы хотим их обновить. Если мы их обнаружим, это будет основание для затевания такого длительного эксперимента. Я надеюсь, что у нас вся эта напряженность, постоянная борьба за эксперименты закончится наконец-то в условиях наших, то нас закрывают, то нас не закрывают. И мы сможем это сделать. Но первый шаг, это мы действительно хотим посмотреть на вот эту эпигенетику, а потом уже посмотреть, уже заниматься вот этим, говорят, разгенерантным переносом, соответственно. Спасибо. Спасибо огромное. Коллеги, чат будет работать все время, поэтому можно задавать вопросы и просьба к лекторам время от времени туда наведываться. Я думаю, что какая-то дискуссия такая будет продолжаться. Еще раз спасибо, Ольга Сергеевна. Спасибо. 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 Спасибо.